Приветствую всех зрителей! Сегодня у нас Адмирал Хиппер. Кораблик, который апнули в новом патче 0.7.4 и посмотрим насколько он хорош, какие его сильные и слабые стороны, как на нем играть. Ну и немножко остановлюсь на принце Огине, целесообразно ли приобретать данный прем. Как написали разработчики в блоге разработки, замечательный кораблик Адмирал Хиппер, обладающий целой кучей хороших и сильных сторон, мы вынуждены апнуть, потому что криворукие игроки не смогли в данный замечательный корабль. Ну примерно так, наверное, хотели они написать, потому что очень странно, когда люди пишут, что классный корабль с сильными сторонами, но мы вынуждены апать, потому что он не нагибает. А не нагибает он действительно конкретно, по статистике данного кораблика еще пробежимся. Итак, что же, собственно, разработчики написали в его сильные стороны и действительно ли эти сильные стороны являются такими уж сильными для данного корабля. Первое, что они выделяют, конечно же, это немецкое бронирование, живучесть у корабля, вроде как пишут разработчики, хорошая. Да, с одной стороны, в немецких кораблях применены хитрые схемы бронирования, которые действительно позволяют иногда нам, иногда танковать, вражеские снаряды, действительно там рикошеты, непробития какие-то проходят и так далее. Но это все касается большей ситуации, когда мы попадаем в топ, а в топ мы попадаем практически никогда. А большинство своих боев мы проводим среди кораблей 9-го и в особенности 10-го уровня. А там все наши схемы бронирования до одного места. Это вражеские линкоры вертят на одном причинном месте наш хипер, как хотят. Ввиду того, что, во-первых, и броня-то у нас не такая уж и хорошая. В основном бронирование достигает всего лишь 80 мм. То есть даже нет 100 мм в бронепоясах. Да, там углы наклона, несколько слоев и так далее. Но в целом это никак нам не помогает. И в большинстве своем вражеские линкоры схлопывают нас в борт, в ромб, в нос, куда угодно. С больших дистанций залетает так же, как и всем немцам, через палубу. В общем, живучесть у нас, скажем так, не самая лучшая. И, собственно, на нее надеяться особо не стоит. Конечно, наша немецкая хваленая броня когда-никогда может нас порадовать какими-то чудесными рикошетами или непробитиями. Но это, скорее всего, как подарок. С той же самой вероятностью мы можем отхватить на пол лица в любую проекцию. Поэтому, собственно, достоинством данного корабля, наверное, это назвать можно с натяжкой, если мы оказываемся в топе. А в большинстве боев среди 10 уровней наша живучесть ничем не отличается. Особенно от живучести других кораблей 10 уровня. Но все-таки ХП у нас чуть-чуть побольше и, как бы, прочность нашего корпуса действительно может быть немножечко, но лучше. Но, как бы, она не ультимативна. Например, если как сравнивать с Гинденбургом, но то действительно такой танк, который может очень много чего оттанковать. В том числе, кстати, Адмирал Хиппер очень хорошо любит кушать фугасики. И, собственно, очень быстро наше ХП тает. Следующее преимущество, которое назвали, это, конечно же, наш главный калибр. Во-первых, у нас хорошая дальность стрельбы. Ну, 17,7 километров. Если мы попадаем в топ списка, вполне нормально. Если мы играем с кораблями 10 уровня, ну, скажем так, в средней поганости. Конечно, есть крейсера с еще худшей дальностью стрельбы на восьмом уровне, спорить не буду. И дальность стрельбы, скажем так, на грани фола, но ее хватает для того, чтобы поиграть от дистанции и пытаться уворачиваться от залпов противника. Поэтому в этом отношении разработчики правы. С дальностью, в принципе, у нас все более или менее нормально. Что касается наших хороших орудий с фугасами с пробитием 1,4 от калибра, то, честно говоря, по фугасам вообще у всех орудий калибром 203 миллиметра очень такое спорное к ним отношение. И у Адмирала Хиппера фугасы не исключение. С одной стороны, они вполне нормально поджигают, особенно если мы еще поставим перк на поджоге. Но, с другой стороны, урон от них не какой-то там ультимативный. То есть, те же самые залп с того же самого Кутузова, у которого орудие калибром 152 миллиметра, и у Адмирала Хиппера, у которого 203 миллиметра по количеству нанесенного урона. Еще можно даже поспорить, кто больше наносит урон. Поэтому, собственно, учитывая то, что у нас всего 8 стволов против 12 у советских крейсеров, то и урон у нас примерно соизмеримый. Поэтому фугасными снарядами мы какой-то там ультимативный урон по противнику не наносим. Может быть, если сюда еще поставить инерционный взрыватель, как-то урон повысится. Но у меня, к сожалению, перков столько на Хиппере нет. Поэтому, как он себя чувствует с инерционным взрывателем, я проверить не смог. Но в плане поджога и нанесения урона, именно фугасиками, то есть как и для многих крейсеров с калибром 203-152 миллиметра, нам постоянно приходится потихонечку ковырять противника. И, в принципе, если это происходит достаточно долго, еще везет с поджогами, то домашку, конечно же, мы вполне нормально набиваем. Что касается наших бронебойных снарядов, то действительно у нас хорошие бронебойные снаряды. 5900 у нас максимальный урон при пробитии цитадели. И, в принципе, даже по линкорам, по надстройкам мы вполне часто выбиваем по 3-4 тысячи урона. Также мы можем выбивать цитадели даже с линкоров с более близких дистанций. Так что, в плане главного калибра, ну, скажем так, оно достаточно среднее на уровне и каких-то, ну, прям супер нареканий к нему нет. Тем более, в последнем патче у нас повысили скорострельность, было 13 секунд перезарядка, стало 11,5, что сделало эти орудия примерно в балансе по скорострельности с остальными кораблями на 8 уровне, у которых есть также 203-мм орудия. И, в общем, в плюс-минус мы себя с нашим главным калибром чувствуем нормально и потихонечку, по крупицам, все-таки урон в нашу копилочку собираем. Что касается еще одного плюса данного корабля, это ГАПа, да, действительно у нас вполне уникальный немецкий ГАП, который имеет дальность 5,6 километров, что очень хороший показатель для крейсера 8 уровня. Работает 2 минуты и, в принципе, если мы его устанавливаем, то вполне можем нормально гонять эсминцев. Правда, скорострельность у нас, конечно, главного калибра не столь хороша для охотника на эсминцев, но, тем не менее, как-то отгонять, помогать своим кораблям, которые мы саппортим, например, группе линкоров, у которых нет ГАПа для того, чтобы светить торпеды, мы на Адмирале Хиппере действительно можем. Также следует сказать, что у нас очень достойное ПВО, если кораблик полностью заточить в ПВО, поставить заградку, то нам не страшны никакие авианосцы нашего уровня и даже мы достаточно хорошо отбиваемся от авианосцев более высокого уровня. К сожалению, только что у нас гидроакустика и заградка ставятся в один слот, если бы это еще было в двух разных слотах, то действительно это повысило бы очень ценность Адмирала Хиппера как боевой единицы и, в принципе, наверное, на нем было бы еще более комфортно играть. Также у нас улучшили время перекладки руля, теперь у нас с установленным модулем на перекладку рулевые машины модификации 1.74 секунды. Кораблик, конечно, стал хоть чуть-чуть более отзывчивый, но тем не менее, по сравнению с некоторыми другими кораблями, все-таки время перекладки руля у нас не самовыдающееся. Хотя можно поставить рулевые машины еще в пятый слот и тогда кораблик будет более шустро вертеться, но у нас еще, ко всему прочему, есть отличная маскировка на корабле при полной прокачке 10.9 км. И, конечно же, встает вопрос, что же взять, маскировку или рулевые машины. Тут уж каждый подстраивается под свой стиль игры. Я все-таки играл с маскировкой, потому как очень важно отсветиться или как можно позже засветиться, потому что все-таки в основном мы играем от маскировки. По крайней мере, я старался играть и здесь я сделал выбор в пользу именно данной модификации перков, но, возможно, с рулевыми машинами. Также, если играть на предельных дистанциях, то кораблик будет хорошо вертеться и особенно линкором по нам будет достаточно сложно попадать. Так что, если подвести итоги по всем нашим ТТХ, то, по сути говоря, кораблик не шибко-то является выдающимся и в плане нанесения урона, живучести и так далее, то он находится плюс-минус в балансе со всеми остальными кораблями на своем уровне. Если же посмотреть статистику, то статистика была на данном корабле, мягко говоря, плохая. У топ-30% игроков в нашей игре средний урон на нем был 37 тысяч. У топ-10, то есть это 10% игроков, по сути говоря, топовых игроков на сервере, 50 тысяч среднего урона. И у 1% это фиолетовые папки статисты набивали на данном корабле всего лишь 60 тысяч среднего урона, что, конечно же, является достаточно плохой цифрой. К примеру, опять же, если сравнивать с тем же Кутузовым, на Кутузове 90 тысяч среднего урона, то есть в полтора раза больше, чем у Адмирала Хиппера. Что говорит о том, что все-таки выживание и нанесение урона на данном корабле действительно было не самым сильным, скажем так, чем по сравнению с другими кораблями. Какая тактика игры на данном корабле для того, чтобы все-таки набивать на нем хороший урон? А она проста. Либо мы находим хорошую позицию, где мы можем особо не светясь накидывать по противнику и аккуратненько, пользуясь все-таки нашей достаточно хорошей дальностью стрельбы, просто-напросто выжигаем вражеские, в первую очередь, линкоры, потому что с них достаточно хорошая домашка. Либо, опять же, разворачиваемся перед наступающим ордером противника и, играя на отступлении на максимально предельных дистанциях, просто-напросто заплевываем их снарядами. В принципе, возможно, в каких-то ситуациях, если вы играете от островов, воспользоваться нашим торпедным вооружением и попробовать спикировать, посадить противника на торпеды. Но надо помнить, что все-таки броня хипера может с ближней дистанции, особенно кораблей 9 и 10 уровня, просто-напросто залп линкоров особенно не пережить, и вы схлопнетесь еще до того, как воспользуетесь вашим торпедным вооружением. Так что все-таки я бы рекомендовал на нем в большей степени играть от укрытия, островов и от дистанции. И, кстати, если подобным образом максимально осторожно играть, то даже попадая к 10 уровням, у меня получился средний урон за несколько боев целых 135 тысяч, что очень даже хороший показатель. Ну а вообще за несколько дней и до апа, и после получилось 110 тысяч среднего урона по данному кораблю, что тоже вполне достойный показатель. Конечно, этот урон набивается не одной левой, и, по сути говоря, весь бой приходится конкретно шпахивать для того, чтобы в тебя не попали, чтобы найти нормальную позицию, накидывать и так далее. То есть игра на расслабоне, это не про этот корабль. Если как раз есть желание повыпрямлять руки, то когда будете выкачивать немецкую ветку, как раз Адмирал Хиппер, скорее всего, позволит вам это сделать. Потому что, с одной стороны, иногда он прощает ошибки. У нас он не то, что прям какой-то кактус, но вот именно долго жить и много настреливать. Для этого как раз надо очень хорошо постараться. Что же касается Принца Ойгена, премиум аналог Адмирала Хиппера, ему добавили хилку. Понятное дело, что кораблик стал более комфортный в плане игры, но все-таки мне кажется, что на восьмом уровне есть премы поинтереснее. Хотя, опять же, если вы хотите поднять свой скилл, и если вам нравится именно такая скиллованная игра, то, возможно, Принц Ойген вам подойдет как приобретение. Но, наверное, большинству игроков я все-таки данный корабль не могу посоветовать.